С вами снова канал Видеоньюз и мы продолжаем выкладывать видео об интересном вокруг нас. Совсем недавно ко мне подошел студент с вопросом о том, почему я никак не сделаю видео о транснептуновом объекте, названном в честь его родного города. Зная, что он родом из города Орст, я конечно же не мог не заметить подвоха, однако в тот момент, и что похожее мне никак на ум не приходило. После поднятых рук и сдаюсь, студент весело выдал, как? Вы не знали? Есть же такая карликовая планета Орк, которую назвали в честь Орска. Шутка была конечно же оценена не только мной, но и всеми присутствующими, после чего я пообещал об Орке сделать обязательно видео, что собственно сейчас мы с удовольствием и делаем. Естественно, вы все прекрасно понимаете, что с Орском наш Орк ничего общего абсолютно не имеет, однако от этого он не менее интересен, чем другие его собратья-плутоиды и соседи по поясу Койпера. Заинтригуя наперед, этот интереснейший объект из-за специфики его орбитального движения даже в одно время называли антиплутоном. Но об этом и другом чуть ниже. А начнем с того, что данный объект был открыт 17 февраля 2004 года астрономами и признанными охотниками за малыми планетами Майклом Брауном из Калифорнийского технологического института, Чедвиком Трухилио из обсерватории Джемини и Дэвидом Рабиновицем из Ельского университета. Его обнаружили и идентифицировали как транснептуновый объект на архивных снимках еще 1951 года. Чуть позже результаты более акцентированно исследовали при помощи цифрового обзора неба и подтвердили открытие Орка. Предварительно открытый объект получил обозначение 2004DW и порядковый номер 90482. Как оказалось, его орбита фактически копировала по своим параметрам орбиту Плутона. Вот только с точностью да наоборот. Орк всегда находится на противоположной стороне орбиты по отношению к Плутону. То есть, если орк находится в Перигелии, то Плутон в это время проходит Офелий и наоборот. Именно поэтому орк первоначально, как мы уже отмечали выше, ранее называли антиплутоном. Этот факт стал решающим в выборе собственного имени для объекта. Если Плутон является богом подземного царства в римской мифологии, то оркус был похожим башком у этрусков. Орк, латино-английский вариант оркус, как название для объекта 2004DW, был утвержден 22 ноября 2004 года и центром малых планет и международным астрономическим союзом. Что же собой представляет орк? По своим характеристикам он может быть причислен к карликовым планетам, однако официально таковым статусом пока что не обладает. Это практически правильный сферообразный объект с диаметром, по оценкам при помощи космических телескопов Спитцера и Гершель, около 954 километров с полем погрешности всего лишь 23 километра. Как видим, по этому параметру он никак не двойник Плутона, уступая ему в этом отношении примерно в 2,5 раза. Масса орка оценивается в периоде от 630 до 650 квинтиллионов килограмм, что тоже почти на порядок ниже, чем у Плутона. Если сравнивать в этом плане орк с самой массивной карликовой планетой Иридой, то его масса будет составлять всего лишь около 4% от общей иридовской массы. Объем и масса орка позволяют положить его среднюю плотность в предел от 1,4 до 1,7 грамм на кубический сантиметр. А это уже дает основания говорить о том, что орк представляет собой объект, состоящий по всей видимости из льдов, с краплением камней и щебня различных фракций. В этом случае предположение о каменном ядре скорее всего отвергается. А вот подповерхностный океан из жидкой воды или возможно аммиака вполне может быть. Спектроскопические исследования поверхности орка показывают, что он далеко не такой же красный, как тот же самый Плутон или значительная часть транснептуновых объектов. По своему цвету поверхность орка близка к темно-серому, чем-то напоминая в этом плане цвет хорона. Вероятно, похожим будет и химический состав на поверхности у этих двух объектов. А поэтому предполагается, что на орке верхний покров будет представлен преимущественно водяным льдом, а также талинами и в меньшей степени льдами метана, этана, аммиака и аммониевых соединений. Учитывая то, что под воздействием солнечных и других видов излучений водяные и аммиачные льды на поверхности без их постоянного обновления были бы аморфизированы, а для этого процесса в среднем необходимо около 10 миллионов лет, то это дает существенное основание судить о том, что на орке могут сейчас проистекать или же проистекали в сравнительно недалеком прошлом криовулканические процессы. То есть выбросы на поверхность в виде гейзеров или ледяной лавы из воды или аммиака. Нечто подобное мы сейчас можем наблюдать в Солнечной системе на других транснептуновых объектах и спутниках планет-гигантов. А если криовулканизм существует, то наверняка на орке существует и подповерхностный океан из жидкой воды или аммиака. Не откроем ничего нового и неожиданного, если скажем, что на поверхности орка очень холодно. Наиболее вероятные значения температуры там не поднимаются выше 22 кельвинов. Может ли вокруг орка существовать атмосфера? Если брать чисто теоретически, то его объемно-массовых характеристик вполне может хватить для того, чтобы удерживать пары метана и этана от улетучивания в космос. Однако все же это исключительно числовые расчеты. А как на самом деле в этом отношении обстоят дела, остается пока неизвестным. Если рассматривать орбиту орка, то тут можно заключить, что он является классическим плутоидом или плутина, как сейчас на англоязычный манер все чаще называют этот класс транснептуновых объектов. Орк находится в орбитальном резонансе с Нептуном в соотношении 2 к 3, совершая полный виток вокруг Солнца за 246 лет. Орбита орка слегка вытянутая, имея эксцентриситет около 0,22 и умеренный наклон на 20,6 градусах плоскости эклиптики. Как уже говорилось выше, орбита орка очень сильно похожа на орбиту Плутона, однако их взаимный резонанс с Нептуном заставляет орк и Плутон пребывать в противоположных фазах. Офелий орбиты орка, то есть его наибольшее удаление от Солнца, составляет немногим более 48, а перигелий, то есть максимальное приближение к нашему центральному светилу, чуть меньше чем 30,5 астрономических единиц. Совсем недавно, примерно летом 2019 года, орк достиг своего афелия и подойдет к перигелию примерно в 2143 году. Период вращения орка вокруг своей оси является неопределенным, так как различные фотометрические исследования дают разные результаты. Вероятно, этот показатель лежит в пределе от 7 до 22 часов, хотя есть предположения и о более значительном по времени периоде. 22 февраля 2007 года в циркуляре Международного астрономического союза было впервые заявлено, что орк имеет спутник. Он был обнаружен на снимках, сделанных космическим телескопом Хаббл 13 ноября 2005 года, все теми же Майклом Брауном и его аспирантом. Первоначальную луну орка назвали 90482 Орк-1, а потом присвоили и собственное имя. Опять же его выбору способствовали похожесть и аналогии с Плутоном, который имеет луну Харон, названную в честь Кентавра, сопровождавшего души умерших в царство Плутона Аида. Луна же этрусского коллеги Плутона также получила имя в честь, так сказать, экспедитора душ на пути в царство мертвых и, соответственно, этрусского аналога Харона, полудемонической женщины с крыльями, носившей имя Вант. Субмиллиметровое исследование пары Орка и его спутника, проведенное в 2016 году, дало примерно диаметр Ванта на уровне 475 км с полем погрешности около 80 км. В 2017 году при покрытии Орком одной из далеких звезд было получено значение диаметра Ванта в 442,5 км. В любом случае эта луна довольно объемная, если брать соотношение планета-спутник, что, кстати, также наблюдается и в паре Плутон-Харон. Если считать Орк карликовой планетой, то Вант является третьим по величине спутником у таких объектов, уступая все тому же Харону и спутнику Эриды Дисномии. Что касается массы Ванта, то тут сказать что-то определенное очень трудно. На данный момент ее положили в предел от 1,12 до 1,33 части от массы Орка, то есть от 20 до 55 квинтиллионов килограмм. По всей видимости, орбитальный период Ванта вокруг своего Орка составляет около 9,7 земных суток. О гравитационном блокировании Орком Ванта в предположениях речь пока что не идет, однако и исключать этот факт также нельзя. Если блокирование все же имеет место, то у самого Орка период обращения вокруг своей оси также может составлять все те же 9,7 суток. Вот в принципе и все об антиплутоне или Орке. В завершении скажем о том, что его изучение продолжается. Стоит отметить, что схожесть его орбиты с Плутоном дает неплохие варианты отправки к нему автоматического зонда сродни новым горизонтом. Правда в случае с Орком дорога этой миссии может занять немного больше времени, чем на это потребовалось новым горизонтом, следуя к Плутону. Ну а пока что Орк мы можем встретить только лишь в различных компьютерных играх и симуляторах. Где описан он и изображен весьма красочно, но в большинстве случаев, скорее всего, вдалеке от реальности. На этом канал Видеоньюз благодарит всех вас за внимание и надеется, что наша информация была для вас полезной и интересной. Смотрите нас на видео, ставьте лайки, комментируйте увиденное и услышанное, а также подписывайтесь на наш канал и следите за его обновлениями. Субтитры создавал DimaTorzok Продолжение следует...